И вот конкретно три человека, которые работают по этой тематике, они находятся здесь. Это Артем Калустионов, Андрей Семенов и Миша Калинков. Они занимаются каждой своей темой. Ну и, в общем, я хотел сделать некий, так сказать, короткий такой орубью этой деятельности. Рассчитываю на то, что там будет чуть-чуть больше времени, но, думаю, мне придется немножко это все скорректировать. Поэтому я чуть-чуть расскажу про птицу, о которой идет речь. Но дальше завтра я хочу сказать, что будет уже презентация всех троих. И там будут уже подробности пока что из этих тех. Значит, о чем идет речь? Вот есть структура, состоящая из серверковника и нормального металла, такая гибридная. Есть такой замечательный эффект близости, который состоит в том, что куберовская пара, которая находится в сверхпроводнике, может проникнуть нормальный металл и сохранить сверхпроводящую корреляцию на довольно большом расстоянии. Вот видно на каком вот это отличное расстояние. Ну и видно, что при низких температурах это просто, так сказать, увеличена с 3 месяцей бесконечности. Вот. И поэтому, значит, вот, например, если мы будем пропускать сверхпроводящий ток через такую систему, то он потечет при низких температурах, несмотря на то, что длина вот этого нормального, нормальной перемычки может быть очень большой. Так, и более того, при, то есть вот здесь характерный размер, это так называемая энергия Таурлеса, это коэффициент диффузии, это вот длина вот этого в квадрате, ну а вот это сверхпроводящий ток, который вы можете получить в такой системе. И вот при низких температурах оказывается, что какая бы ни была длина, здесь нет экспоненциального продавления этого тока, то есть эффект Джозефсона может быть довольно значительный. Ну, и на самом деле эта теория уже давно известна, и есть эксперименты, вот, то есть, видимо, наиболее такой известный 10 лет назад был сделан, который показал, что прекрасно теория с экспериментом, так сказать, согласуется, и, в общем, без всяких фид-параметров это все работает, то есть, это все нам извлекает. Но теперь вот эти вот вещи, значит, планируются использовать, и уже тоже такие эксперименты есть, в так называемых Андреевских интерферометрах, подробно я об этом сейчас говорить не могу, потому что Артем был активный, завтра будет об этом говорить, но, во всяком случае, вот, есть вот такая конгерентность между различными сверхопроводящими терминалами, вот это устройство, а вот это нормальная часть, и вот это все работает, и считается, что это перспективная очень почистительность и по разным характеристикам прибор. Ну, и вот это интересно, так сказать, как-то изучить, и, собственно, перед нами стоит задача построить общую теорию вот таких систем, которая бы работала, ну, так сказать, предпроизвольных реальных параметров. Так, ну, значит, вот я просто хотел здесь проиллюстрировать некие сложности, наверное, не пропущу сейчас это, то есть, речь идет о том, что здесь ряд таких довольно интервиальных процессов, это так называемый multiple-adreactive reflection, то есть многократное андреевское отражение, которое здесь нужно учесть, вообще говоря, и это делает задачу довольно сложной технически, вот Артем расскажет, да, как бы успех обладать в свои решения. Вот, но теперь, значит, все то, что я вот сейчас показывал, касаемо эффекта близости, оно относилось к случаю отсутствия взаимодействия клоновского между электронами, да, ну, понятно, что, то есть это есть некое приближение, понятно, что оно не всегда работает, и понятно, что, значит, кулоновское взаимодействие мы не в состоянии не выключить, поэтому вопрос заключается в том, а что, собственно, оно привносит, вот когда кулеровская пара, значит, два электрона вылетает в нормальный металл, то, значит, дальше они взаимодействуют тоже кулоном, он их растаскивает, есть флуктуации всякого рода, есть соударение с примесями в нормальном металле, и вот что из всего этого получается. Ну, вот, если мы просто рассмотрим границу сверхпланетного нормального металла, то, оказывается, это было показано там много лет назад, этими авторами, а также рядом других, что в связи, так сказать, с таким замечательным механизмом Андреевского отражения, сейчас это говорить про это не буду, значит, кулеровская пара может конвертироваться, вот, в пару электронов, низкоэнергетичных, то есть они находятся много ниже сверхпроводящей щели, и будет осуществляться диссипативный транспорт, вот такой, с учетом конверсии вот этих кулеровских пара. И вот если у нас есть туннельный барьер, то, значит, вот так называемая Андреевская проводимость вот этой структуры, она написана здесь, значит, здесь вот это туннельное сопротивление этого барьера, это просто константа, это так называемое клантовое сопротивление, а это число проводящих каналов в системе. И вот этот результат, как видно, он не зависит от напряжения и температуры, ну, при достаточно низких температуре. Вот что показали эксперименты, в реальной системе эксперименты, показали совсем другую картинку, вот эта, как раз, эта самая привольненность была померена здесь, и видно, что при низких температуре, значит, и также, если мы уменьшаем температуру, то то же самое, скорее всего, есть. И этот эффект легко разрушается при приложенном магнитном поле, что, в общем, указывает на то, что причина этого эффекта это когерентность как раз вот этих электронов, усиленная рассеянием на примеси к нормальным металям. И вот, то есть, это комбинированный эффект беспорядка в нормальном металле и когерентности, то есть эффекта близости вот этих вот, значит, когерентности у этих электронов, которые вылетают в нормальный металл. Ну, и если начать рассматривать эту задачу теоретически, то мы приходим к некому объекту, который называется купероном, фактически он описывает вот интерференцию электронов, которые движутся по двум траекториям, одинаково, но обращенным во время. Просто можно показать, что все другие траектории не дают никакого вклада, а вот эти траектории только остаются и дают существенный вклад. За счет интерференции электронов на этих траекториях происходит усиление, о котором шла речь. Ну, вот здесь такая красивая картинка вот этого куперона, значит, вот кутеровская пара коммертируется или дальше происходит интерференция. За счет этого вот это усиление. То есть, ну, в общем, сочетание когерентности и беспорядка играет важную роль. Ну, и это наводит на мысль о том, что все это очень близко, то есть физика фактически та же самая, как и явление, так называемое явление слабой локализации. Отличие заключается в том, что это вот эффект слабый, как уже видно из названия, в связи с тем, что здесь нет сверхпроводненности. То есть, речь идет сейчас о нормальном металле. Ну, и, значит, вот то, что происходит в нормальном металле, вот за счет этой когерентности электронов, поскольку электрон, естественно, квадратный технический объект, значит, объект буквально тот же самый, вот этот куперон. Мы получаем некую поправку в проводимости, которая растет с уменьшением температуры, ну, и ее можно, так сказать, там мерить определенным способом, накладывая магнитное поле и разрушая когерентность, потому что она существенно квадратная поправка. Но она, как я сказал, очень маленькая. И, опять же-таки, если посмотреть на эффект электронно-электронного взаимодействия, то есть кулоновское взаимодействие между электронами, то оказывается, что это установлено хорошо, что это взаимодействие приводит к так называемому эффекту дифазировки, квантовой дифазировки на уровень электронов. То есть, значит, ну, это ограничивает величину вот этой вот слабоукрационной поправки в проводимости, и, так сказать, ну, существенным образом, вот здесь когерентность разрушена, то поправки этой больше нет. Ну, и было показано и экспериментально, и теоретически, что при низких температурах, значит, вот, ну, при уменьшении температуры это вот разрушение когерентности убывает, становится меньше, что связано с тем, что просто меньше флуктуации в системе. Ну, и, так сказать, считалось ли, что при дуловой температуре эти флуктации вообще нет, поэтому и разрушение быть не должно, но вот оказалось, что это не так, что все это обмалкивается, и происходит это время характерное, при котором происходит эта дифазировка, оно, значит, насыщается, ну, и вот мы тут сделали, некое время назад, травму, тут мы показали это теоретически, но почему я сейчас, да, вот, было вычислено вот это вот со мной, так известный уже до нас температурный вклад, вот, скорость расфазировки, так и квантовый, ну, тут показано просто, как он зависит от коэффициента диффузии, оказалось, что довольно сильно зависит, и, в общем, это, так сказать, такой замечательный факт, вот, но почему я про это вспомнил, потому что теперь все это, так сказать, то, что мы знаем про нормальный металл, наводит мысль о том, что примерно похожие эффекты должны наблюдаться и вот в такой системе, да, то есть, когда уперовская пара, в правильной корреляции, так сказать, проникает в нормальный металл, то, значит, вот эта вот конкретность тоже должна разрушаться за счет клоновского взаимодействия, и, если, значит, теперь формулировать, вот, значит, возможно, вот этот эффект в языке такой картинки, то окажется, видимо, так сказать, то, что сейчас уже показано, и завтра Андрей Семенов будет об этом говорить, значит, оказывается, что, что действительно, вот, клоновское взаимодействие кладет определенный предел распространения вот этой когерентности вглубь нормального металла, когда мы снижаем температуру. Ну и, конечно, важно понимать, каков этот предел, потому что потом, если возвращаться к началу, мы планируем там обсуждать работу приборов, основанных вот на эффективность и вот СМС-контакт, и все, и поэтому нам нужно, конечно, это понимать, вот это, этот вопрос, он до сих пор был не решен, и, собственно говоря, это и есть суть работы. Вот, ну, значит, все это можно выяснить на, так сказать, в разных физических величинах, вычисляя разные физические величины, но я здесь покажу, значит, расскажу чуть про две, значит, одна это вот эта вот самая английская проводимость, которая уже была введена и которая усиливается за счет когерентности. Теперь, если когерентность разрушается, то мы будем ожидать, что, значит, это усиление должно, наоборот, ослабляться, это значит, не очень хорошие усиления, но, тем не менее, значит, вот должны происходить такие, такого рода эффекты. Вот, ну и, значит, вот здесь просто показано еще раз то, что в невзаимодействующем пределе есть, вот это как раз вот это вот нулевая, так называемая нулевая аномалия, значит, если низкий квальтаж, то тогда получается, вот, так сказать, такое усиление. Ну и теперь, если речь идет об эффекте электрон-электронного взаимодействия, то, значит, есть как бы две стороны медали. Первая – это просто кулоновская блокада, то есть если есть взаимодействие кулоновское, то оно препятствует электронному транспорту, то в таких системах оно подавляет электронный транспорт, делает его невыгодным. Это как бы в большей степени тривиальный, и классический. И второе – это вот электронная фазировка, то есть фазировка электронных кулоновых функций, но о которой, собственно, и пойдет речь в оставшиеся время. Ну, здесь, значит, я просто, я пролистну, наверное, вот эти работы, наверное, я здесь просто скажу, что вот такой забавный, интересный результат был, получен некое время назад, что, значит, вот, если мы имеем такую систему, и есть какое-то у нас сопротивление, какой-то шут, или, не знаю, достаточно общая такая феминологическая модель для описания электрон-электронного взаимодействия, то оказывается, что здесь есть соревнования двух нулевых аномалий, вот они здесь показаны, то есть одна – это вот одна-вторая здесь, это то, что мы говорили, это вот за счет конгерентности, усиления беспорядком, а другая – это вот кулоновская аномалия, вот такая, где «Ж» вот здесь написано, это просто вот это единственное сопротивление, просто отношение квантового сопротивления 24 км и, значит, сопротивление вот этого шута, да? Ну и поэтому вы можете играть с этими степенями в зависимости вот от этого параметра и, так сказать, разные пределы реализуют. Ну, теперь, значит, мы вот с Артемом некоторое время назад построили микроскопическую теорию, которая более сложная, и она дает некие картинки, которые у меня нет времени комментировать, но, во всяком случае, это сейчас уже понятно все хорошо. Теперь, вот что является содержанием данной работы, я просто сейчас покажу пару картинок и скажу просто про физику. Значит, вот вычислена вот эта Андреевская проводимость при, значит, при включении в описание эффекта дефазировки за счет флуктуации электромагнитного поля, значит, вот что еще раз происходит в системе. Влетает куберовская пара, которая сохраняет когерентность, но за счет того, что есть другие электроны, которые взаимодействуют с этой куберовской парой, которые производят флуктурирующее магнитное поле, квантовое, значит, и происходит взаимодействие с этой парой, с каждым из этих электронов. Волновые функции вот этих электронов распозируются, и после прошедшего конечного времени, вот это характерное время как раз ТАУФИ, то есть время дефазировки, значит, просто когерент достеряется. Ну, можно вести также и длину вот этой дефазировки, вот этих электронов, так? И вот, собственно говоря, эффекты, которые наблюдаются здесь, вот это ТАУФИ, это я не посчитанно уже сейчас, формулу показать сейчас не буду. Значит, ну вот, утверждение новое заключается в том, что при температурах, много меньше вот этой скорости дефазировки, это все уже низкие температуры, значит, возникает существенная зависимость, вот как здесь видно из формулы, а также и из графиков, существенная зависимость вот этой вот амбреевской проводимости вот величины ТАУФИ и ЭЛЬФИ, и отсюда она может быть непосредственно померяна. Вот, ну, здесь это, значит, ну, та же величина как функция внешнего напряжения, ну, ладно, в общем, отсюда тоже это можно выключить. Значит, вот, скажем, вот, системы, в которых это можно померить, вот эту вот величину, они вот здесь вот показаны, то есть можно еще внести магнитный поток и тем самым получить дополнительный параметр, который, как сказать, нам, ну, давал бы большее богатство в эксперименте, да, то есть еще лишний параметр, которым можно управлять, вот, здесь, тем, с помощью которых, вот. Ну, теперь, значит, вот, как я уже сказал, в нормальных системах, а мы получили такой вид, так, что по порядку величины это та же самая величина, что и нормальных системы, так вот в нормальных системах вот это вот ТАУФИ, то есть время диффузировки, было померено в огромном числе металлических систем, не только металлических, но в данном случае металлических, и вот это, как бы, экспериментальные точки, вы видите 130 образцов в огромном количестве экспериментов здесь положено, И вы видите вот эту сильную зависимость, которая была предсказана от коэффициента диффузии. Ну, про этот режим сейчас я говорить не буду. Во всяком случае, вот здесь вот это видно. Это как раз-таки декут, который предсказан. Вот так хорошо ложится все, ну, с неким разбросом. Но почему я привожу эту картинку? Просто, чтобы вы поняли, какой масштаб вообще вот параметров, скажем, по температуре. Да, поскольку температуру мы должны сравнивать с единицей на Тауфи. Так вот, если мы находимся, значит, видно, что все сильно зависит от коэффициента диффузии. И вот если мы находимся где-то здесь вот, то есть в системах с коэффициентом диффузии 10-20 см2 на секунду, то вот отсюда видно, а также видно из теоретических формул, что единица на Тауфи, это значит, что и температура, при которой становятся существенными вот эти вот эффекты диффузировки и, соответственно, ограничение эффекта длизости за счет этих флуктуаций, это порядка одного кельвина. Ну, можно сделать там чуть больше, чуть меньше, то есть, скажем, точно уж меньше 100 кельвинов, если мы находимся вот в таких вот системах. это будет очень существенно, и это можно поменять. Ну, и вот, значит, таким образом, если возвращаться к тому, с чего я начал, то при длинах, вот, появился на самом масштабе, вот этот результат, вот этот эльфи, который мы можем вычислять и, соответственно, можем измерять. Он находится в диапазоне, да, как видно. Так вот, это то, что было, значит, вот если вот эта длина и толщина нормального металла много меньше эльфи, да, а вот то, что получается, если она много больше эльфи, то есть, тогда вот эта скорость диффузировки, она сильно превышает энергию Тауфиса вот этой системы, ну, и тогда, значит, при высоких температурах по-прежнему вот эта экспоненциальная зависимость кельтока существует, а при низких температурах она заменяется, вот вы помните, что, если так, сейчас я верну обратно, да, вот здесь нет экспоненциального подавления, да, то есть для очень таких вот протяженных систем мы могли, значит, надеяться на то, что мы пропустим и, соответственно, померим достаточно приличный критический ток, сверхток вот в этой системе. Так вот, оказывается, вот в этом, собственно говоря, и основное предсказание данной работы, что если длина вот этой системы превышает минут дефрезинга, то это не так, то есть критический ток остается экспоненциально подавленным в этой системе, и, безусловно, это, конечно, является таким, ну, я бы сказал, не очень сложно измеряемым эффектом, в принципе, и я надеюсь на то, что скоро в рамках проекта будут соответствующие эксперименты выполнены, и мы тогда сможем вот сравнить теоретические предсказания с результатами экспериментов. Вот, ну и последнее, то, что я хочу, значит, вот показать, фактически, не говоря ни слова, даже просто, вот есть еще такая деятельность, которая существенно возможна для баллометров, она связана с термоэффектами в зеркопроводниках, но при наличии магнитных привязей. И вот оказывается, что там есть достаточно интересная новая физика, которая приводит вот в эти системы к тому, что термоэффект становится очень большим, и это может быть еще существенно, и тоже надо надеяться, что это может быть использовано. Ну, вот это будет, собственно говоря, представлено докладом завтра, а я думаю, что я исчерпал свое время. Спасибо большое. Спасибо большое. Я думаю, что все заинтригованы последними словами, я думаю, что все отзывы, как основные вопросы, что можно. А я хочу задать вопрос, ну, как бы сразу ко всем троим будущим выступающим, дело в том, что на прошлом локшопе мы обсуждали вот эти интересные достаточно результаты, занятые модели, и пытались стыковать это с экспериментаторами. Ну, вот, как бы, так сказать, там, по части одной из них, там просто стало ясно, что нечего делать. Вот. Вопрос такой. А что на сегодняшний день мы действительно можем, и, как бы, так сказать, планируется ли вот эти обсуждения этих экспериментов, вот сейчас в рамках этой рабочей части? Вот из этих, по крайней мере, трех направлений работы. Ну, я надеюсь, что мы их запланировали, потому что я немножко, потому что я попал с корабля на бал, так что, поэтому я боюсь, что я еще не со всеми участниками поговорил, поэтому... Ну, тогда, значит, этот вопрос мне не удалось задать по всем проектам, да? Значит, я это потом и завтра, я думаю, что там у нас будет, я надеюсь, что у нас там будет больше времени. Спасибо. Есть еще вопросы, коллеги? Нет? Спасибо большое. Спасибо большое. Виктория Виктория Викторовича Ильичевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, хотел бы поблагодарить активизаторов за приглашение сюда на рефорекцию в шоу, и я должен сказать, что, по-моему, приглашение это связано с тем, что нескольких лабораторий.